Здравствуйте! Вы смотрите программу «Избранная». В июле сбылась мечта тысяч поклонников Rolling Stones. Концерт на Дворцовой площади позволил им услышать и увидеть своих слегка изменившихся в лице кумиров. Особым и интригующим пунктом программы роллингов в Петербурге была выставка одного из участников группы Ронни Вуда. Ронни Вуд, как оказалось, всегда был не только музыкантом, но и художником. Ронни Вуда Собственную выставку. Конечно, роллинги и прочие битвы для нас, но людей моего возраста, это как герои русских народных сказок. Это, собственно, первая песня русской рок-музыки, вот она сейчас называлась «Сердце камня». Была посвящена умершему в 68-м году гитаристу Rolling Stones Брайану Джонсу. Мы прогрессивно, студенческая молодежь Ленинграда очень переживали, кто же займет его место, и как это будет в дальнейшем. Его место занял молодой блюзовый гитарист Микки Тейлор. Но потом его попросили, и на место Микки Тейлор пришел Ронни Вуд, чью выставку мы будем сейчас наблюдаем. Мне вообще, честно говоря, наплевать на рок-н-ролл. Всегда как-то он меня не возбуждал никогда. Мне вот нравится «Электротехно», например, или «Классика». Но Rolling Stones мне нравились, потому что они такие зажигательные парни и до сих пор. И поэтому мне просто кажется интересным человеком. Это намного интереснее, чем быть там рок-н-роллной звездой или суперхудожником. Что-то в нем есть такое приятное. Ну, по фотографиям, по крайней мере. Кажется, даже для настоящих поклонников творчества Ронни Вуда его амплуа художника было известно мало. Теперь же выяснилось, что он рисовал всю свою музыкальную жизнь, что у него галерея. И его выставки там, где проходят концерты роллингов – добрая традиция. Когда предложили выставку Ронни Вуда, я не была знакома с его творчеством. И посмотрела в интернете на его сайте работы. И была удивлена тому, насколько он интересный художник. И когда мы уже получили эти работы, ввели их вживую, то это оказалось еще лучше. Произведения Ронни Вуда, доступные в галерее, подразделяются на три части. Первая – портреты друзей-музыкантов. Вторая – работа на тему балета. И несколько новых работ, созданных специально для вернисажа в Петербурге. Мне понравилось, скажу честно. Я ожидал гораздо худшего. Потому что обычно, знаете, бывает лучший художник среди гениальных музыкантов или лучший музыкант среди гениальных художников. Вполне профессиональные вещи. Причем с пониманием специфики гравюры, литографии. Мне больше всего понравилось. С пониманием цвета, с пониманием печати. Мне кажется, что это вот такое крайне молодежное рисование, которым отличаются старшие школьники и юные студенты, которых, так сказать, несет волна любви к музыке. И они умеют рисовать. И вот они выплескивают свою радость в жизни таким образом. И меня совершенно поразило то, что вот это вот все сохраняется так долго в человеке. Это, по-моему, просто цельный класс. Выставка Ронни Вуда стала изысканным дополнением грандиозного концерта на Дворцовой, исполнившего юношеские мечты фанатов рок-н-ролла. А примечанием в истории этих долгожданных гастролей останется то, что специалисты по искусству, которых страшно было даже спрашивать о художественной ценности произведений, признали, Ронни Вуд – не только рисующий музыкант, но и играющий художник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова